В 1944-1946 годах органами госбезопасности велась решительная борьба с вооруженными формированиями армии Краёвой. Казалось, с бандитами вот-вот будет покончено навсегда. Были разгромлены крупные отряды и множество мелких групп, но Аковцы не смирились. Этому способствовала международная обстановка. Речь лидера британских консерваторов Уинсона Черчилля, произнесенная в марте 1946 года в американском городе Фултоне, послужила сигналом к началу холодной войны. Когда западные союзники по антигитлеровской коалиции встали на путь конфронтации с Москвой, оживились все виды подполья. И прежде всего польское подполье в Беларуси, которое управлялось из Лондона. Из протокола допроса Эдмунда Нехнедовича от 16 июля 1949 года в поселок Ивье. Нам рассказывали, что скоро будет война Советского Союза с Америкой и Англией, в результате которой Америка и Англия помогут нам уничтожить Советы и восстановить старую буржуазную Польшу в границах 1939 года. А до начала войны мы должны вести вооруженную борьбу с советской властью путем совершения террористических актов в деревне. Основной удар террористы наносили против руководства колхозов и совхозов западных областей БССР. Не жалели и обычных крестьян, если они были православными и белорусами по национальности. Задача была одна – сделать Польшу моноэтническим государством. Действия польского Аковского подполья и пост Аковского подполья, к сожалению, содержат факты прямого геноцида. Есть целая серия документов, изобличающих по фактах уничтожения по этнических и инфессиональных признаках, особенно в Западной Беларуси. Когда объектами польского Аковского террора были белорусы только за то, что они были белорусы. Нужно отметить, что в 1945 и в 1947 годах полная амнистия объявлялась тем, кто сложит оружие. С полным прощением даже тяжелых ошибок и преступлений. Более того, 26 мая 1947 года был принят закон об отмене смертной казни. Часть польских экстремистов воспользовалась этой ситуацией и вышла из-под поля. Но не все. Из докладной записки начальника областного управления МГБ секретарю Гродненского обкома партии Сергею Притыцкому. На 1 января 1948 года в области остались неликвидированными 5 групп польского националистического подполья армии Краева и 13 террористических диверсионных групп с общим количеством 215 человек. Как-то не странно, но с лесными польскими экстремистами долго цаскались. Сдаваться они не собирались, напротив, упорно утверждали свою польскость. Так, 7 сентября 1948 года группа Петера напала на актив колхоза имени Ворошилова. Расстрелянный председатель колхоза Бунько, депутат сельсовета Хомич, учительница Пурвина. 21 сентября 1948 года группа Цыгана ликвидировала в селе Кудерки 10 человек. В том же году на телефонных столбах были повешены два специалиста из Москвы. Но сколь веревочки не виться, все равно совьется впледь. Зимой 1949 года борьба с террористами значительно активизировалась. Силы милиции, госбезопасности, истребительные батальоны из числа бывших партизан и СМЕРШ провели сотни операций, в ходе которых к 1952 году были уничтожены большинство обводов армии Краевой. 26 апреля 1954 года в одну из деревень Новогрудского района ликвидирован последний вооруженный участник подпольной Аковской организации. Тщательно сотканная паутина порвалась и была выброшена на свалку. Но всегда. И если кто-то из поляков все еще мечтает решить свои амбициозные проблемы белорусской кровью, пусть вспомнит печальный опыт проклятых солдат под белокрасным флагом.